МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итак, к началу 20 века велосипед уже полностью изобретен. Практичные и безопасные модификации механического коня начинают покорять мир. Из спортивной игрушки аристократов и богачей велосипед становится доступным другом и помощником практически всех классов общества. С конца 19 века самокатное движение покоряет и Россию. В 1891 году было впервые разыграно звание «Первый ездок России». В 1894-м стартовал веломарафон из Москвы до Нижнего Новгорода. В следующем году самокатчики уже отважились на самую тяжелую и длительную гонку того времени – Петербург, Москва. Имена спортсменов-циклистов того времени звучали не менее триумфально, чем имена первых авиаторов или уже позднее космонавтов – Дзевочка, Бутылкин, Вашкевич, Ипполитов, Степанов-Калашников, Уточкин. Помимо знаменитых спортсменов-велосипедистов того времени, Россия начала 20 века знала и другие громкие имена любителей велосипеда. Среди российских циклистов-любителей того времени, наверное, самыми именитыми были Лев Николаевич Толстой и император Николай II. Гордость русской литературы оседлал железного коня уже значительно после 60 лет. В 1895 году Московское общество велосипедистов подарило Льву Николаевичу велосипед английской фирмы «Ровер». В апреле того же 1895 года Московский велосипедный журнал «Циклист» писал. К числу сторонников велосипеда мы можем теперь причислить нашего маститого писателя, графа Л.Н. Толстого. На прошлой неделе мы видели его катающимся в манеже в своей традиционной блузе. Искусству владеть велосипедом графу удалось очень легко. И теперь он ездит совершенно свободно. Дети Льва Николаевича тоже велосипедисты. В скором времени граф стал искусным ездоком. Велосипедные прогулки прочно вошли в его повседневную жизнь. После 5-6 часов работы за письменным столом Толстой любил совершать велонабеги в окрестности Ясной Поляны. Порой он увлекался. И накрученный педалями километраж мог доходить до 30 километров. Последний российский император был привержен велосипеду с юности. В его многотомных дневниках, пожалуй, самая частая фраза – это «катался на велосипеде». Последний раз запись о велосипедной прогулке мы встречаем в дневниках императора под 23 апреля 1916 года. «Покатался с дочерьми на велосипедах». Кстати, говорят, что велосипедные пристрастия Николая Второго доставляли немало хлопот его охране, которая часто просто не поспевала за венценосным самокатчиком. До сего момента в истории велосипеда перед нами прошла шеренга мужчин – смелых, сильных, предприимчивых и великих. Ну а как же женщины? Неужели велосипед обошел, вернее, объехал их стороной? А вот и нет. Скорее даже наоборот. Пожалуй, не было в истории нового изобретения, которое столь сильно повлияло бы на судьбу женщины в современном обществе. И вот сейчас настала пора поговорить об этом особо. На волне самокатного бума 1819 года английский изобретатель Деннис Джонсон представил женскую модель дрезины со специальной низкой рамой. Для того времени это было слишком смелым шагом, и новинка Джонсона подверглась издевкам и насмешкам. Главная причина издевательств – неизбежное нарушение приличий в дамском костюме. Как, скажите на милость, можно кататься, отталкиваясь от земли, ногами, скрытыми в длинной юбке или платье? А укороченная юбка – это немыслимый скандал. С появлением в 1867 году педального велосипеда Мишо перед дамами возникла новый соблазн залезть в седло модной новинки. Но что делать? Журнал «Ля Ви Парезьен» в связи с этим заметил, что светские дамы скорее укоротят свои юбки, чем пропустят такое развлечение. И как в воду глядел. Для велосипедных удовольствий юбки не только укорачивались, но и постепенно видоизменялись в некое подобие брюк. В любом случае появление женщины на двухколесном самокате воспринималось как скандал. И для женщины проехаться на велосипеде на глазах у всех означало, несомненно, бросить дерзкий вызов традициям и нормам приличия. Но приличия понемногу шли навстречу женскому рвению к велоудовольствиям. С конца 70-х годов для приличных женских прогулок был предписан трицикл, самокат на трех колесах, более безопасный и соответствующий общественным нормам. В 1881 году британская королева Виктория презентовала по трициклу своим внучкам, а принцесса Уэльская подарила чудо-машину старшей дочери на день рождения. Вскоре мода на трехколесные самокаты распространилась по всей Англии. В 1887 году в журнале «Мир женщины», редактором которого был Оскар Уайлд, появилась статья «Время препровождения для дам на трех колесах». Как явствует из самого названия статьи, ее главным героем был именно женский трицикл. Автор этого опуса с уверенностью заявлял, что три колеса станут талисманом, который откроет женщине волшебную страну неведомых прежде удовольствий. Но женщины вряд ли могли надолго смириться с альтернативой трехколесника. Женская интуиция им явно подсказывала, что главное удовольствие происходит от двух колес. Особо отважные дамы вновь и вновь запрыгивали в седло двухколесных самокатов. И оказавшись в седле, веломазонки потрясали основу общественных приличий и открывали горизонты новых возможностей и свобод. В 1895 году британский журнал «Велосипедистка» писал «Настало время рассвета. Благодаря велосипеду пробил час освобождения женщины. Открывая для себя чудесный мир, вращая колесо своего велосипеда, независимая девушка нашего времени укрепляет здоровье и развивает ум. Какой же ограниченной кажется жизнь до появления в ней велосипеда? Прежде всего, с появлением женского увлечения велосипедом встал вопрос о реформе женского костюма. Помимо модного азарта, к тому были весьма существенные основания. Ведь очень часто причиной многих, нередко весьма серьезных аварий на дорогах, являлись длинные юбки и каблуки велосипедисток. На лошади женщина могла сидеть и в длинном платье в дамском седле. Велосипед был более радикален в этом плане. На один бок ноги не свесишь. При этом одежда не должна была сковывать движений и тем более попадать в движущийся механизм. Создание нового женского костюма требовало радикальных преобразований. Но дело это было непростым. Удобное катание должно было все-таки оставаться в рамках приличий. Начало будущей революции женского костюма было положено еще в 1851 году. Тогда Амалия Блумер, борец за права женщин, публично появилась в Нью-Йорке в тунике до колен и шароварах. И хотя этот экстравагантный наряд не был изобретен ею, тем не менее в историю дамские штаны вошли именно как блумеры. Но блумеры стали по сути лишь буревестниками будущих потрясений. А сама буря грянула лишь с появлением доступного для женщин велосипеда. Блумеры быстро приобрели популярность среди велосипедисток Америки и Франции. А вот в викторианской Англии этот наряд был встречен очень агрессивно и поначалу решительно отвергнут. Однако в Чопорной Англии также началось движение за реформу женского костюма. Его активисты, вернее активистки, критиковали тугие корсеты, узкие туфли, сапоги на высоком каблуке и тяжелые юбки. То есть все те предметы женского туалета, которые затрудняли физические упражнения. Одним из первых подвергся атаке корсет. Именно он, по мнению апологетов рационального костюма, ограничил кровообращение и служил причиной обмороков и более серьезных женских болезней. В 1884 году на Международной выставке здоровья была представлена раздвоенная юбка Леди Харбертон. По сути, это был некий компромисс – юбка брюки. Но, несмотря на все очевидные преимущества такого костюма, дамы не спешили отказываться в его пользу от варварских нарядов, которые они были вынуждены носить. Сломать лед общественного недоверия был призван именно велосипедный спорт. Массовое увлечение велосипедом среди передовых женщин того времени стало решающим стимулом для реформы женской одежды. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова